9 мая до сих пор остается не просто официальным праздником государственного календаря, но и совершенно особой датой в сердце каждого. В этот день принято поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны, людей, приближавших своим героизмом час победы над фашизмом. Глава муниципалитета Андрей Иванов вместе с первым заместителем председателя Московской областной думы Ларисе Лазутиной приехали в Звенигород, чтобы поздравить с великим праздником супружескую пару ветеранов, семью Михеевых, Нину Кузьминичну и Алексея Ивановича. Виновникам торжества вручили цветы и подарки. За праздничным столом ветераны прочли свои стихи, которые они посвятили друг другу. Гори, гори моя звезда, сияй с таинственных высот, гори не гасни никогда, пока во мне душа живет. Ты свет волшебный излучаешь, когда темнеет небосвод, меня от бед оберегаешь, от лишних тягот и забот. Я каждый день, Богу молю, чтоб ты была всегда со мной. Тебя я искренне люблю, не нужно мне звезды другой. Седина твоя лишь легкий пепел, а под пеплом угли жаркие горят. А в глазах твоих все тот же трепет, они по-прежнему о том же говорят. Так будем жить с тобой, любимый, свою судьбу не укорять, гордиться внуками своими, да и про-про-про-правнуков мечтать. Стихи настолько понравились гостям, что глава муниципалитета пообещал оказать содействие в издании сборника, куда войдет более двухсот произведений. Буквально на этой неделе сдали очерки в блокаде, наши тоже блокадницы известны, а Шаюк такая есть, в Квати, да, не Николай. Все свои записи мы передали в типографию и сделали красивую книгу. Можем также и... Ой, если это возможно, что он такой задачи нам поставил, будем делать, да. Давайте, конечно, такие красивые стихи. У нас типография есть в Минусомском районе. Обязательно. Алексей Михеев получил боевое крещение на Курской дуге, где командовал пулеметным расчетом. Инвалид войны второй группы, орденоносец. Его супруга – ветеран труда, друженик тыла, награждена за заслуги перед городским округом Звенигород. После посещения ветеранов на центральной площади города состоялся торжественный митинг в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Прошло уже 74 года, как закончилась Великая Отечественная война. Но этот праздник был, есть и останется для России самым главным. Святым и по-настоящему народным. Вместе с главой муниципалитета в митинге приняла участие и первый зампред Мособулдумы, герой России Лариса Лазутина. С праздником вас всех! С великим и самым главным праздником нашей страны, Звенигородцы! С великой победой 9 мая! Особые, самые сердечные поздравления нашим ветеранам! На митинг памяти собрался весь город. Курсанты торжественно вынесли знамена и возложили венки к мемориалу славы. После чего цветы возложили и почетные гости. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.